Привет! Дождались! Сегодня я хочу начать очень интересный для меня эксперимент. Вон там, четко в 18 метрах, прямо рулеткой по сантиметрам, аккуратно отмеренно, находится 40-сантиметровая мишень. Я по мишеням не стрелял, не помню уже вообще сколько. Реально долго. Я недолго не тренировался, форма у меня отсутствует, стреляю я на данный момент скверно и так далее и тому подобное. Ну ладно, хорошо, допустим. Меня слабо интересует, как я отстреляю сейчас. Я точно знаю, что отстреляюсь я ужасно. Но меня намного больше интересует, а какая будет разница через 2 недели, если я уделю хотя бы полчасика, час ежедневно для стрельб. Мне кажется, результат будет и будет значительным. Насколько значительным? А вот мы это сейчас и, скажем так, стартанем. Перед стрельбой я решил не выделываться и все-таки надеть крагу. Итак, что я буду использовать? Стрелы. Начну с них. Это стеклокарбон, мейнхантеровский ирокез. Стрела тяжелая, 150-грановый наконечник. Почему они? С одной стороны у меня в руке модерлонг, к нему положена как бы деревянная стрела. Но поскольку у нас эксперимент и должны вообще стренироваться, следить, что будет, я выбрал их. С ними меньше геморроя, они у меня есть. Я не могу сказать, что они прямо реально лучше хорошего, годного дерева. Это не карбон все-таки. Но стрела нормальная, сильно каких-то преимуществ она мне не даст. Но и, в общем-то, и проблем она мне тоже не доставит. Может быть, потом, в финале, через две недели, через три недели, как там пойдет, я куплю какие-то, ну, соберу, может, комплект деревянных стрел. Посмотрим. Перчатка Arcus Market White Fetter оказалась, на удивление, толковой. Хорошая по жесткости, нормальная по износостойкости. Ничего, пока радует. Look Custom, украинский, уже подстракуват. Есть более новые модели поинтереснее. Дэн Свят, сорока фунтовка. Мне сейчас кажется откровенно тяжелым. Ну, и, кстати, Крага тоже Arcus Market. Вот, собственно, все снаряжение. В процессе, возможно, буду менять. Я еще не знаю, с каким луком я это буду делать. Буду стрелять с разными. Разные луки, разные стрелы. В процессе буду рассказывать, что я на этот счет думаю. Ну, и какие-то записки с полей. Через неделю я выложу в воскресенье, в понедельник, не знаю, еще одно видео с контрольными стрельбами. Я не буду каждый день сниматься, не буду каждый день стрелять по мишени. Когда-то я буду стоять на трех метрах. Скорее всего, сегодня вечером, там, завтра я буду на трех метрах плотно стоять. Не буду стрелять по мишени, буду следить за техникой. Но через неделю мы посмотрим, какой будет от всего этого результат. Ну что же. Делаем ставки. Сколько раз я не попаду в мишень вообще. Я буду стрелять сериями по три стрелы. Я сделаю шесть серий. Наверное, просто на видео я покажу первую серию и последнюю. А перед этим я буду делать фотографии. Ну, поехали. Первая серия. Ну, а теперь, прошу, пройдемте. Так, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, пять, три. Обалденная серия. Нет, она не обалденная. Она позорная. Ну, увидимся на последней серии. Я сделал еще одну бяку. Я неудачно встал. Казалось бы, прошло буквально минут пять. Сдвинулось солнце. Оно мне сейчас светит в глаза. Но это все чепуха. Итак, шестая заключительная серия. В общем, где-то как-то так. Так, собственно, что мы настреляли? Судя по всему, кстати, это первый выстрел был, если я не ошибаюсь. Мне внезапно повезло. Я попал просто идеально. Десятка крест. Хотя, по-моему, или вторым. Но не суть важна. Ура, повезло. Последний смазал или устал, или не повезло. Единственное, мне нравится, поймал вертикаль. Это уже что-то, наверное, означает. Правда, я пока не знаю, что. Собственно, вот это первая стрельба. Учитывая одну серию, эта стрельба ужасная, позорная. Она ни черта не показывает. Точнее, нет, кое-что показывает. Показывает то, что сейчас я определенно, явно не в форме. И мне интересно, что будет через неделю, через две, а если еще и сильно повезет, то и через три. Собственно, вот первая часть марлезонского балета. Ждем, что будет дальше. Все, большое спасибо за внимание. Я постараюсь выкладывать в процессе некоторые небольшие видео с тренировок, но постоянно снимать у меня возможности нет, потому что я буду ходить один. Какие-то записки будут. Скорее всего, для спонсоров будут дополнительные материалы, которые я выкладывать не буду. Ну, в общем, в процессе как-то так. Что будет дальше, будем посмотреть. Кто хочет увидеть, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.